Привет друзья! Сегодня хотелось бы вам рассказать по очередные планы. Погода поменялась кардинально с плюс 30 упала за день до плюс 20 вот воскресенье не знал чем заняться ну решил поехать на речку прикупил опарыша хотел купить червя но ни в одном ни во втором магазине его не оказалось в третьем нашел но цену такую загнули видать продавец знает что сейчас наверно с этим дефицит или просто не знаю что разобрали других магазинах показал я ему средний палец сказал что такой червь мне и нахрен не надо извиняюсь за выражение и поехал без червя на рыбалочку думаю на опарыша половлю проезжаю тут колходец один подхожу говорю друзья помогите червяка надо что-то там мужики скептически отнеслись не знаем там не копали вышел парниша лет десяти грите червей надо пошли зашли с ним в коровник он там где коровы едят вот так охапку там уже кого-то такого устоявшегося силоса выносит на держи тебе я так с него льется кое-как вышел с этого сарая плюкнул на землю там червей конечно ну чтоб 50 этой кучки я нашел как бы мне уже их предостаточно вот ветрище сильный что я вам хочу сказать но планы у меня такие побросать спиннинг вначале если полная тишина тогда уже половить на поплавочную удочку на червяная опарыша может так у него какой видели вчера я показывал вам видео про линя с товарищем виталием ловили как бы я уехал раньше мне там по делам надо было в 10 он остался до 9 вечера от звонился мне поймал 16 линей есть таких горит два или три которые доходят до полутора то и чуть выше килограмм пришли нездоровенные вот ну взял я у него пару линьков на уху ну думаю к ним еще надо речной рыбы окунька щучку кстати ту щучку что на видео он поймал он ее отпустил потому что это щиренок был горит брать ее нет смысла я с ним полностью был согласен вот приедем и я думаю еще туда на щуку на это болото или как-то сказать заросшее озеро может так правильно и ладно друзья смотрим все я на речке вот такая речка ну как всегда я забыл микрофон дома так что не знаю выйду сейчас на улицу будет меня слышно не будет не знаю ну ладно проверим покажу вот да на этом месте тоже первый раз я здесь ни разу не был на речке это и был но именно на этих местах а вон там крути рыбачок сидит сидят рыбачки что-то пытаются поймать но мы наверно вот здесь покидаем спиннинг попробуем что здесь у нас есть вот такие вот дела друзья сейчас здесь покажу вам чем-то вместо мне нравится интересное течение хорошие может окошко один ему здесь для ушицы и вытяну одна друзья смотрим раскладываюсь ну что ребят на речке я обломался ни фига не поймал и только я были там люди и на тесто пытались уклейку смотри ничего у меня же был череп опарыш покидал спиннинг по нулям речка тишина вообще поменялась погода ки рассказывал до 30 градусов упала на 18-20 это сильнейший ветер приехал я друзья на новый водоем кто смотрел мои предыдущие видео уже в курсе я здесь бывал как-то и утром ловил снимал приезжал здесь карасик с пол ладошки иногда с ладошку пытается машин с десяток стоит там народ сидит вот как бы моё место на той стороне где-то вот под вот этими вот кустиками но сильный ветер туда дует волна будет на меня ловить не смогу нашел среди машин здесь в каждом ходе кто-то сидит нашел один проходик небольшой вот закину сейчас думаю сделать снасть убийцы карася вы видели в лодке ловил кто смотрел предыдущие видео и просто поплавочную удочку закинуть что из этого выйдет я вам покажу друзья все пошел раскладываться не буду терять время хотя сейчас время пол третьего дня не знаю клюет ли карась такой погода не клюет ладно будем пробовать все пошел смотрите друзья сколько вот машин стоит одна вторая третья четвертая пятая еще машины даже подъезжают сюда но увы клёво нет дорога конечно убита в хлам ребята машин здесь много ездила видать карасика все хотели половить но сейчас все машины стоят народ не теряет надежду собачка мне дорога черная перешла видите друзья машины стоят пытаются все пытается но увы и ах все ладно пока ну что друзья решил я все таки домой не ехать и посетить еще один водоемчик проверим третий что там творится когда изменилась погода поменялся ветер и поменялось давление неужели и там рыба не клюет да заехал я вот в такой вот торговый центр заехал я в такой торговый центр в больших мотыкалах прикупил еды так что друзья теперь у меня есть еда можно ехать дальше смотрим друзья же смотрите какими тропами приходится каналу рыболовное приключение добираться до водоема сейчас не снял там была лужа одна такая ушел я по самые чуть ли не двери ребята ладно смотрим авось прорвемся друзья добрался я до озера два раза днищем так бахнулся я думал все уже машина станет дорога жопа был здесь в том году нормально грейдер прошелся здесь 40 я ехал песня сейчас же здесь просто хрень не себя знал что такая шляпа это хрен поехал ладно друзья после таких приключений неужели я домой поеду без рыбы хоть одну рыбку чтобы руки пахли я должен поймать итак смотрим вот такой вот водоемчик здесь ветрище конечно ужасный сейчас выйду на улицу меня слышно не будет но все равно друзья покажу вам водоемчик вот как-то так в этом году признаюсь я здесь по-моему посмотрим что здесь творится я буду вторым здесь все пошел за снастями ветер будет в харю а я кидаю ладно друзья последний водоем номер три на сегодня так уже блин объездил километров наверное 70 намотал еще домой добираться короче под сотню будет вот такие друзья если вы думаете что рыболовное приключение это легко это друзья не очень легко вот как-то так все раскладывать ребята или меня глючит или мой поплавочек куда-то пошел есть друзья есть канадский сомик я таких ловил вчера смотрите какой маленький ладно друзья смотрим поймал друзья канадского сомика вот обычно они клюют ночью но здесь по ходу он клюет и днем хочу сделать час со своего спиннинга снасть убийца карася нацепить туда ее закинуть посмотреть что она нам покажет ладно друзья смотрим потому что на поплавок здесь ловить нереально я заметил поклевку только когда мой поплавок ушел под воду и стала натягиваться леска так его заметить нереально поклевка волна как на море ладно смотрим друзья очередная поклевочка не знаю слышите вы меня или нет но что то есть сейчас покажу очередной канадский сомик ну размер два спичечных коробках таких маленьких я еще не ловил заглотил жадно сейчас будем пытаться его отпустить уже радует уже руки рыбой пахнут друзья уже не зря ехал отпускаем этого малыша такая рыбка друзья нам не надо ухи волна забыл это сюда дома микрофон так что приеду если слишком сильно шумела буду вам немного по-другому комментировать вот такая вот волна здесь ладно смотрим вот моя установка под названием убийца карася нет у меня колокольчики друзья повесил я вот так вот палочку на леске если будет поклевка это палочка взлетит вверх я это замечу и тут же среагирую поклевочку на снасть убийца карася и смотрите что червяк почти съеден только что друзья была поклевка на удочку я ее не реализовал на опарыша снял и червя потому что клюет канадский сомик и закинул по-новому снасть убийца карася но получилось кинуть не в то место в котором было что-то поклевывает уже ребята что-то поклевывает будем сейчас пробовать вытянуть что-то друзья пока я доставал удочку с очередным сомиком моя снасть убийца карася провисла походу я так понял что это клев был и пошла к рыбак берегу я там очередная уклеечка это плотвичка просто она такая белая плотвичка нет хотя уклеечка дофига значит это за рыба как-то так ребята пока ребята одевал я снасть нашу убийца карася устанавливал что мы поплавок на удочке пропал понятно что-то уже сидит и процентов у меня 90 что это очередной наш канадский сомик да друзья таки ладно будем его отцеплять для этого нам надо видеть у меня уже отцепляла и перчатки так как это рыбешки вот здесь один шип вот здесь сверху и с этой стороны и если он вас кольнет этим шипом болеть будет две недели палец ладно смотрим не будем друзьям учить этих наших моряков вот здесь наши эти канадские сомики мы их сейчас делаем амнистию а мы не за рыбой сегодня мы на разведку не друзья это походу уклейка ну бледное белое песчаное озеро вообще капец амнистию а нам чтобы он был Канадский Сомик. Отпускаем. Есть рыбешка. Канадский Сомик. Вай-вай рыбка, пошел. Пескарик, что ты премудрый пескарик хочешь нам сказать? Пока канал рыболовные приключения, до новых встреч, скоро новое видео, да не забудьте подписаться. Ну все друзья, пока пока, ставим лайки, я поплыл. Пока премудрый пескарик, пока. Ну вот и все друзья, до новых встреч, пока пока. 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 Пока.